Это новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте в этом выпуске. Заявление правительства Западной Армении. Продолжается строительство нового жилого квартала в Арцахе. Омбудсмен Армению представил представителям ООМ проблемы семьи армянских пленных и пропавших без вести лиц, содержавшихся в Азербайджане. В результате войны 215 населенных пунктов Арцаха были оккупированы Азербайджаном. Защитник прав человека Арцаха. Сегодня день памяти Сухомона Тайлеряна. Читателем был представлен том рукописное наследие Арцаха и Утик. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. Правительство Западной Армении сообщает, что ряд соотечественников, изгнанных из города Шуши, оккупированные Азербайджаном после 44-дневной войны в 2020 году, и оставшихся без средств к существованию, обратились в Западную Армению. Еще в 2021 году в Западной Армении был принят закон о статусе Арцаха, нормализации отношений между Западной Арменией и Арцахом, в котором говорится, что Арцах является штатом Западной Армении, широкой автономией и исполнительными органами. Жалобы жителей Шуши и их просьбы о передаче в вышестоящие инстанции, такие как Европейский суд, будут учтены в ближайшие дни, отправлены в Европейский суд. «Наше правительство заверяет всех своих граждан и наших соотечественников, что оно всегда будет преследовать законные требования каждого армянина. Мы не позволим ни одному государству, организации или физическому лицу причинить физический, моральный или материальный вред нашим гражданам». На территории общины Норя-Гюга с Киранского района продолжаются работы по строительству нового жилого квартала. Об этом сообщает Министерство градостроительства Республики Арцах. Район будет состоять из 145 жилых домов. На первом этапе ведется строительство 90 частных домов, 60 из которых планируется сдать до конца года. На данном этапе ведутся различные работы – земляные работы, возведение фундамента и монтаж. Строительство финансируется правительством Республики Арцах. 20 мая защитник прав человека Кристина Григорян приняла главного советника управления Верховного комиссара ООН по правам человека на Южном Кавказе Владимира Школьникова и руководителя Офиса постоянного координатора ООН в Армении Дениса Сампфа. Как сообщает Офис защитника прав человека Республики Армения, Владимир Школьников выразил готовность поддержать защитника прав человека Республики Армения в рамках ее деятельности. Углубить сотрудничество Григорян представила Владимиру Школьникову приоритеты, выделенные в рамках ее мандата. Проблема армянских военнопленных, гражданских лиц, семей пропавших без вести лиц и задержанных в Азербайджане, говорится в сообщении. В результате боевых действий, развязанных Азербайджаном против Республики Арцах 27 сентября 2020 года, под оккупацию Азербайджана попали 215 населенных пунктов. Около 40 тысяч человек были насильственно перемещены. Данные обнародовал защитник прав человека Республики Арцах Герам Степанян в национальном собрании. В течение года сотрудники уполномоченного по правам человека совершали мониторинговые визиты, собирали проблемы и передавали их в уполномоченные государственные органы. Несмотря на большие усилия государства, вынужденные переселенцы продолжают сталкиваться с нехваткой жилья, необоснованно высокой арендной платой, необоснованным исключением из той или иной программ социальной помощи, бюрократическими хлопотами по восстановлению утерянных документов и рядом других проблем. Согамон Тайлерян родился 2 апреля 1896 года в области Ерзенка, Западной Армении. С 1898 по 1899 года семья Тайлеряна переехала в город Ерзенка. Согамон учился в местной протестантской, а затем в центральной школе. 18-летний Согамон переехал в Сербию в 1914 году. В начале 1915 года он с группой молодых армян, проживающих на Балканах, приехал в Тубилиси, где присоединился к армянскому добровольческому отряду генерала Андроника. В июне 1915 года Тайлерян вместе с армянскими добровольцами вошел в Ван, чтобы стать свидетелем депортации армян. С тысячами переселенцев армян он добрался до Игдыра, оттуда и в Ереван. В 1916 году Согамон приехал в Ерзенка, который тогда был оккупирован русскими войсками, в надежде найти пропавших членов семьи. Однако из семьи, состоящей из 85 человек, выжила только дочь его старшего брата Мисака. Наполненный местью Тайлерян, 15 мая 1921 года расстрелял в Берлине бывшего министра внутренних дел Турции Италиата. Армянский мститель был арестован немецкой полицией. 3 июня 1921 года немецкий суд в Берлине оправдал Согамона Тайлеряна. Преданный сын армянского народа скончался 23 мая 1960 года в Сан-Франциско, США. Сборник рукописей. Рукописное наследие Арцаха и Утик, обобщающий более 100 рисунков и популярных материалов, призван популяризировать богатое средневековое письменное наследие. Авторами тома на английском языке являются Граварт Акупиан, Тамара Миносян и Вагетту Росян. Основная тема книги касается рукописного наследия Арцаха у Утика, но первая глава кратко затрагивает политическую историю – церкви из Агвана и историю католикоса из Агвана. Необходимо подчеркнуть вопрос о границе Великой Армении самим Агванг, которым, как очень ясно написано и зафиксировано зарубежно армянскими историками, была река Кур. «Мы раскрываем эту реальность и представляем историю Арцаха и Утика под властью арабов областей царства Багратуни, Закарианская Армения, обобщаем регион арцахских княжеств», – сказал Вагетту Росян. Придерживаясь своих принципов и отношению к зрителю, государственное телевидение Западной Армении продолжает свою работу с новыми подходами. Как вы уже знаете, наше телевидение транслирует в основном новости по истории Западной Армении с политическим и другим подтекстом, связанным с настоящим, будущим, а также с различными вопросами. Мы прозрачно представляем события президента Республики Западной Армении, правительства, национального собрания и других структур. Дорогие соотечественники, при вашей поддержке возможности нашего телевидения будут еще больше расширяться и укрепляться. Вместе мы сильнее». Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром!